Евгений Сатановский в телеграм-канале. Заметочка номер 402. И по земле ходят. Но тут он вспомнил про золотой запас, алмазный фонд и прочие активы. Долю потребовал не себе, Украине. И судя по всему, серьезно намерен ее получить. Как пока умалчивает. Может Кремль пограбить, как его хлопцы Москву возьмут. Может еще как. Он же не лежит в могилах былой удали местных бандюганов всех времен и атаманов. Изо всех щелей вылазит и возрождается в новых героях. Мордастых таких, говорливых, жадных и наглых на изумление. Остановить которых может только пуля. И она на них давно запасена. Да не хочет начальства войны. Так, что беснуются те совершенно безнаказанно. Хотелось бы надеяться, что до поры. А там как выйдет. Перевоспитывать этот типаж бесполезно. Как есть животное. Дискутировать на тему того, как союз делили и что себе предележи Украина выкроила. Тем более. Опять же, когда все, что можно, продано и разворовано, а жаба душит. Откуда вольную молодцу ясак брать? Только соседа пограбить. И вроде нехай брешет собачий сын. Руки короткие. А сунется так по зубам получить не вопрос. Ляжет где попросит. Если золото хочется на колыми. Если алмазов поближе к аймякону. Там просторов немерено. Удобрять и удобрять. Опять же мерзлота. Вечная. Она не вечная. Как раз в компании с мамонтами ждать победы над исконным историческим врагом. Хоть до скончания времен в соседних могилах. Но если серьезно, на карандаш брать надо. И если что, спускать на тормозах, как после войны, с учетом прагматично-роматических представлений об исправлении человеческой природы в условиях социалистического общества. Не стоит. Такие не исправляются. Тут сразу к стенке надо. А так как там было на Украине в исконные времена. Страна наша велика и обильна. А порядка в ней нет. Придите и владейте нами. Такая ведь формула. Пришли варяги с северных краев и овладели. Самое время повторить. Евгений Сатановский в телеграм-канале. Заметочка номер 402.